Василий Швец провел час контроля вместе со своими заместителями и начальниками управлений. Мэр Анапы обсудил строительство социальных объектов, благоустройство общественных пространств, а также обеспечение строжайшего контроля за исполнением поручений главы Краснодарского края Мениамина Кондратьева. Поручения, которые введены на особый контроль в отделе контроля, мои или губернаторские, это поручения, в первую очередь, наших горожан. Это были их запросы, наказы или просьбы на тех или иных встречах или мероприятиях. Относиться к ним безалаберно недопустимо. Василий Швец подчеркнул, что все его поручения и поручения губернатора региона – это в первую очередь просьбы и пожелания жителей. Большинство из них выполнено, но есть и те, которые вызывают беспокоенность у меня и у нашего управления делами отдела контроля. Чаще всего это затянувшиеся строительства объектов, которые крайне необходимы нашим жителям. Не можете – вопросов нет. Я найду тех, кто сможет. Но в работе мне должно быть исключительное, стопроцентное дисциплина и исполнение всех тех поручений, которые есть. По каждому социально значимому объекту, где есть нарушение сроков строительства, пришлось отчитываться ответственным сотрудникам. Было озвучено, что офис врача общей практики в Хуторе Воскресенском должен быть сдан к первому сентября. Первое сентября – срок сдачи офиса врача общей практики. Спорткомплекс субсехи откроется до конца января, а строительство центра единоборства Алексеевки завершится в апреле. В Анапе продолжается создание новых и реконструкций имеющихся общественных пространств. Так, в этом году планируется благоустройство парков Гастагаевской субсехи Витязева и в городе. Василий Швец поставил задачу до 1 мая подготовить эскизные проекты будущих парков в Виноградном, Юровке, Джигенке и Красном. Также в этом году Анапа примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Голосование по выбору общественных территорий для конкурса планируется провести в ближайшее время.